Сегодня идет передел мира. Передел мира идет американцами. Пока Китай на это молчаливо взирает, особо не вмешиваясь. Но тем не менее, после крушения Советского Союза и Варшавского договора, получился тот самый однополярный мир, и, вне сомнения, американцы будут его кроить. Неважно, есть там ядерное, химическое, там еще какое-то оружие, убивали там мирных или немирных, это все не имеет абсолютно значения. США получает новые рынки, США свергает режимы, США делает новую модель мира. Начала она с Востока, я думаю, следующее будет государство Иран, потом будет Кавказ. То есть, вне сомнения, они будут наступать. Наступать будут до тех пор, пока смогут это делать. А вот эти все, то, что Россия всегда выступает со странами-изгоями, ну, потому что коалиция уже создалась, это против России. И вся вот эта европейская лобби, она будет пытаться эти куски возможной рынки себе отхватывать. А Россия будет всегда против, всегда будет со странами-изгоями. В лучшем случае будет Китай еще нейтралитет какой-то такой, или там чуть-чуть против. Потому что Китай понимает, что в будущем ему тоже придется столкнуться с американским влиянием. Но то, что Асада свергнут, для меня никаких сомнений нет. И абсолютно не играет никакой роли. Найдут там химическое какое-то еще оружие, это все ерунда. Вот. Явно США здесь беспокоят не общечеловеческие ценности. Потому что по Ираку мы видим наглядно, что свержение Саддама Хусейна проявило гражданской войне. Убийство Каддафи проявило гражданской войне. Там пришли радикальные исламисты к власти. И мы видим, что в Афганистане идет война. То есть мы видим, что здесь цель, более того, наркотрафик вырос оттуда, нежели при талибов там в десятки раз. То есть понятно, что здесь суть была не в людях. Здесь суть была в том, что да, американцы хотят контролировать все мировые процессы. И далеко от своих границ готовы вести 2-3 локальных конфликта. И потихоньку захватывая все большую часть мира в свою орбиту.